Дорожные транспортные происшествия В районе городской котельной произошло столкновение двух автомобилей. Трассы не поделили легковой автомобиль Toyota Prius и грузовик Mitsubishi Counter. Водитель автомобиля Toyota Harrier на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в кувет с последующим опрокидыванием. Нестоблюдение дистанции, превышение скоростного режима и невнимательность водителей наиболее распространенная причина столкновений транспортных средств, движущихся в попутном направлении. Так, 8 января на перекрестке на 7 ветрах произошло столкновение микрогрузовика Nissan Atlas и легкового автомобиля Toyota Corolla. Водитель Corolla притормозил перед пешеходным переходом, а водитель микрогрузовика не успел вовремя среагировать на данный маневр и врезался в Toyota. Буквально через неделю в этом же месте произошло еще одно ДТП и по той же причине – несоблюдение дистанции. Столкнулись Toyota Epson и массивный грузовик Hina. Иномарки двигались в одном направлении в сторону центра. Водитель Toyota притормозил, чтобы пропустить автомобили, двигающиеся со стороны улицы Усатова. Так же, как и в первом случае, из-за несоблюдения дистанции до впереди идущего транспорта, грузовик Hina совершил столкновение с Toyota Epson. На виновников аварии были составлены протоколы по части 1 статьи 12.15 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации. И им назначено наказание в виде административного штрафа. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при движении в автоколонии. Выбирайте соответствующую дистанцию и скорость движения. И тогда вы не попадете в хронику происшествий. В районе городской котельной произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Prius и грузовика Mitsubishi Kanter. На перекрестке не смогли разъехаться грузовик Mitsubishi Kanter и легковушка Toyota Prius. Водители обоих транспортных средств травм не получили. Водитель грузовика направлялся в сторону поселка Дунай. В это же время в сторону Фокина ехала Toyota Prius. По непонятной причине на перекрестке около городской котельной водители разъехаться не смогли. Toyota Prius на полном ходу врезалась в заднее левое колесо грузовика. Автомобилисты виновными в случившемся себя не считали. Однако столкновение произошло. И в результате сильного бокового удара оба транспортных средства получили обширные повреждения. У микрогрузовика повреждена ходовая часть. А Toyota Prius необходим капитальный ремонт не только ходовой части, но и полностью переднего бампера. Да и место аварии Prius покинул с помощью эвакуатора. На виновника аварии, водителя Toyota Prius, был составлен административный протокол за нарушение расположения транспортного средства на проезжей части. И ему назначено наказание в виде административного штрафа. 8 января на 14-м километре автодороги Фокина-Дунай водитель автомашины Toyota Harrier на скользком участке трассы не справился с управлением и съехал с 18-метрового косогора. В момент аварии в машине находилось 3 человека. На 14-м километре автодороги Фокина-Дунай молодой человек, управляя Toyota Harrier, не справился с управлением и на скользком участке дороги скатился в обрыв. Склон, с которого съехал паркетник, оказался очень крутым. Автомобиль несколько раз перевернулся. Несмотря на падение с такой высоты, водителю и его двум пассажирам удалось не просто выжить, но и остаться целыми и невредимыми. Без единой царапины пассажиры и водитель автомобиля смогли самостоятельно выбраться из искореженного авто. По словам водителя Toyota Harrier, он повез своих родственников Фокина. В районе Шемиузы стал медленно спускаться по обленевшей дороге. Внезапно паркетник начало заносить. Автомобилист нажал на тормоз, чем только ухудшил ситуацию. Неуправляемый автомобиль потащило в сторону обрыва. Toyota Harrier скатился по крутому склону, дважды перевернувшись. Некогда новенькое авто пришлось извлекать с помощью спецтехники. Погрузчику удалось вытянуть автомобиль в считанные минуты. К счастью, Toyota Harrier был застрахован по полюсу Каска. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны на скользких дорогах. Выбирайте правильную скорость движения в зависимости от погодных условий своего опыта вождения и используйте в соответствующий времени года резину. Уважаемые участники дорожного движения, помните, дорожно-транпортное происшествие – это не стихийное бедствие. Все они происходят по вине человека. И только соблюдение правил дорожного движения может обеспечить безопасность на дороге. По всем вопросам, связанным с работой отделения ГИБДД, вы можете обратиться по телефону 24 071. Все официальную информацию вы можете получить на нашем портале www.gibddfk.3dn.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова